Алла! Алла, я прошу вас рассказать то, во что мы не могли поверить. Алла, у меня, значит, друзья, я хочу сказать сразу, пока Алла, Алла пока красуется, пока Алла горцует на месте, вот, я бы хотел сказать несколько слов о том, что была за интересная экспедиция. Дело в том, что посвященная 90-летию Динамо, спортивному обществу Динамо, состоялась шестая российская молодежная экспедиция на лыжах к Северному полюсу. И в составе этой экспедиции оказалась Алла. Алла приехала с Северного полюса. Алла, прошу вас. Да, и я приехала оттуда не замороженная. Я хочу сказать, что экспедиция состояла из школьников, которые 100 километров на лыжах прошли к Северному полюсу. Они прошли прямо из школы или... Они много летали-летали, их высадили, и они шли по дрейфующей льдине. Вот. Самое удивительное, что они были трезвые, и никто из них не курил, потому что, говорят, это вредно для эмали на морозе. Да, я вообще считаю, что это вредно. Я думаю, что вообще курить не стоит, Алла. Вот. Вы же не курите? Я понятия не имею. Вы имеете... Подождите, вы... Погодите, Алла. Подождите. Алла, вы не курите, или вы понятия не имеете, курите вы или нет? Потому что я могу себе представить пару ситуаций, в которых вы можете не помнить, что вы курили, Алла. И правда, не помните. И правда, не помните. Ну что же, не помните, не курите. Вот. Нет, я хочу вообще поделиться, что я теперь настоящий бывалый путешественник. Я претерпела... Хорошо. Аллочка, то, что вы видите чертей, не надо... Все, ну, увидели, увидели. Пробежал с рогатой маленький, с трезубцем, и убежал. Все, нет его, давайте. Я претерпела очень много трудностей там. То есть, 10 перелетов, холод, ветер. Да, из Москвы, Москва, Нарьенмар. И гостиница в Нарьенмаре. Вот. Белые медведи. На самом деле, вот на самом Северном полюсе было настолько холодно, что сложно было работать одновременно мозгами и ртом. Ну, рот очень вялый. Вялый рот на Северном полюсе. Да, и я советую вам всем, если вы туда полетите, нужно сбривать из носа волосы, потому что... Аллочка, спасибо огромное, спасибо, огромное. Спасибо. Достаточно этого совета. Хороший совет. Все, давайте. Иначе сосулька. Я все понимаю, Алла. Я понимаю прекрасно, что это не в эстетических целях. Все, я понимаю. Значит, друзья, пока у нас есть какое-то время обдумать то, что сказала Алла и посмотреть сюжет, в котором Алла Михеева, как корреспондент нашей передачи, отправилась покорять Северный полюс вместе с участниками 4-й российской молодежной экспедиции на лыжах к Северному полюсу. Пожалуйста, смотрите. Героиня Алла. Алла, это первый раз, когда... Я считаю, наверное, первый раз, когда человек в платье цвета фуксии был на Северном полюсе. Алла, расскажите, что было интересным, что произошло? Говорят, какая-то история с трактором была. А, летел вертолет. Она не сначала, началась история. В общем... По-моему, с самого нужного места. Летел вертолет. Дальше додумайте сами. Или нам это расскажет поподробнее Алла. Алла, это мы сегодня поздравляем все вот так друг другом. Сегодня 143 года Ленину. Алла, а прямо сейчас я хочу позвать на эту сцену человека, который пересек на лыжах Беринга в пролив, прошел через Гренландию и дважды попал в книгу рекордов Гиннесса. Матвей Шпаро, руководитель ассоциации.